Ахнасат Орхим, прием гостей. Я бы сказал, что это одна из самых популярных заповедей среди евреев. Нет ни одна еврейская семья, которая не получает удовольствия приглашать гостей на шаббатных трапезах, в праздничные трапезы или просто в будний день. Каждый еврей, который окажется в любой точке мира, если там существует, если там есть еврейская община, на идутца те, которые приглашат его на шаббатные трапеза или на будний трапеза, он никогда не останется там один. И это не удивляет. Ми этого качества получали от нашего главной учитель, или первой отец евреем, которая одна из главных его черта, ахнасат Орхим, прием гостей, евреем из весен в том, что в шатер, который он построил в Пустыня, он принимал любой человек из огромной любови и угостили его самые лучшие обеды, ужины, завтраки и все, что только надо было. Но вместе с тем каждый от нас пытается улучшить уровень исполнения этих заповедей. Сегодня уже популярно взять особые курсы, как принимают гостей, как правильно накрыть стол, какие цветы, какой меню, и так далее, и так далее. И действительно каждый от нас старается этого делать на самый, виши уровень из большой любовь. Когда мы открываем книга «Рамбам», Рабину Моша Бен Маймон, и его слова, когда он относится к исполнению этого заповедей, мы находим очень интересный вещь, который там «Рамбам» говорит. «Рамбам» говорит следующее. Что самый важный элемент, и элемент в приеме гостей, который на нем, в Севишне дает самая большая награда, это когда мы сопровождаем гостей. Закон שלа Страпиза. Все уже читали «Берекат Амазон», благословение после Ида, и хозяин дома, хозяйка дома, они не просто так говорят, всем спасибо, до свидания, шаббат, шалом, но они встают со своего места и сопровождают своих гостей. Говорит Рамбам, «Схар халвая гадол микулам». Награда за сопровождение это больше чем все остальные детали которые вошли в этот процесс прием гостей. И, он говорит, «Ливуям יותר махна сатам». Когда человек сопровождает свой гост, это важный чем сам прием, и он завершает, «Ми ше ино милове от хаорех, ари ю каилу шофэк тамим». Стрешны слава, тот каторонеса провождает свой гост, шитаеца, што он вилил кроув своего гостю. Стрешны слава, я даж не понятны, толка штоу билю нас гостей, мих пренима литя красива, мих премид ланих прегатов и лисаме деликатесны риба, саме фкусны мяса, текой дезерт, все билаприкрасна. Говорит нам рамбам, «Если в его не сопровождали, это все ничего не стоит». И самое интересное, кто является источник для рамбам и в такой сильной арешения и в этой категории, што самое важное, и вешета именно сопровождать гостей? Он говорит, «Аврахам Авину». «Аврахам Авину, который учил нас, и дал, и подарил нам все этой черта любит гостей, принимает гостей, мы видим, што Аврахам Авину, он сопровождал свои гости, ангелы, которые были у него, он их сопровождал. И это является источник для рамбам, што важнейший качество и в исполнении заповеда приема гостей, это их сопровождение. Сפרшевиц, вопрос, что рамбам, други, вешен, явиди лиф, павидения Авраам, павидения Авраам, то что талмуд гаварит, гдола, хренаса, тарухи, мекабалат пневшкина. Талмуд гаварит, что прием гастей, это вожней, чем стричат, сам Бог. Кто является источник для этого? Павидения Авраам. Бог пришел, праведавит Аврааму, после Брит, и как он увидел гостей, как он увидел три люди, которые ходят, он стал, бегал и стричал их. Разве это недостаточно, чтобы рамбам написал нам, что важнейший качество в поведении Авраам, который учит нас, как стричать гостей, это идти бежат их, стричат Авраам, написано, он превьюз к шоихет, он паразил три бика. Почему три бика? Он хотел угостить каждый из гостей, самый деликатесный част в Мяса, что это язык. Поэтому ему понадобилось три бика паразит. И другие детали, которые считает нам Тора, у особые отношения, которые была, у Авраам к своими гостями. Это все авра, рамбам не видел, это все рамбам не считает, что считает Авраам, что считает рамбам, что он видел, на что он обращает внимание, на последний элемент. Авраам Авину сопровождал своих гостей и решает рамбам, тот, который не сопровождает своих гостей, что он веливает их кровь, шофех дамин. И это действительно, соглашает, и сомну, это действительно непонятно. что так важное в этом элементе. Некоторые из комментариев рамбам, некоторые из наших мудрецов, связывают эти слова рамбам к безопасности гостей. Приходит к нам гост. Не факт, что он знает город, в котором он находится. Если мы его не будем сопровождать, и будем его указать путь, указать дорогу, иди на эту дорогу, она самая безопасная, он может оказаться в ней очень симпатичное и приятное место, и он войдет в опасности. Если с ним что-то, не дай Бог, случится, кто несет ответственность? Тот, который не показал ему правильный путь, что это тот человек, который принимал его в гостях у него дома, но не сопровождал и показал ему дорогу, как идти и куда идти. Это хороший ответ, но далеко не достаточно. По простая причина. Этот факт уже не входит в рамках заповедей «Хакнаса Трухим». «Хакнаса Трухим» это прием гостей. Я принимал гостей дома достаточно красиво и хорошо. Почему считает рамбам, что в этой заповеде, которая называется «Хакнаса Трухим», что-то не так и в результате того, что я не сапровождал моего гостя удалши. лукавышцки, и ребра, и двадцать пиатой то мопкинй галеку твои сихот патхходитки эти слаба рамбам очень оригинальные патхход И он говорит нам, что Рамбам здесь учит нас основную вещь, не только связанную в исполнении заповедей Ахнаса Турхим, но это очень основная вещь, которая связана в исполнении любых заповедей и любых отзывов, любые добрые дела, которые мы делаем. Рамбам говорит так. Они видели меня в синагоге один, они меня приглашали, но на самом деле они меня не хотят видеть здесь. Разные мысли могут быть у человека, который приглашен к какой-то семья в гостях на шаббат или на праздник или на обычный день. Говорит Рамбам, когда мы его сопровождаем, что мы ему говорим? Ты знаешь, нам с тобой так приятно, нам с тобой так хорошо, что мы даже не хотим с тобой попрошаться. Мы сопровождаем тебя, мы идем с тобой дальше, еще 10 метров, еще 20 метров. Дело не в безопасности. Когда Рамбам говорит, что человек, который не сопровождает, это как, что он выливает кровь, имеется в виду кровь своего гостя, что он чувствует себя некомфортно. Но когда, может быть, что мы его угостили самый деликатный, деликатесный обед или ужин, но вместе с тем он чувствует себя некомфортно. Он думает, может быть, он здесь лишний. Но когда мы его сопровождали, мы даем его чувство, ты для нас самый приятный человек. Нам даже не хочется от тебя попрошаться. Поэтому мы тебя сопровождаем, мы ходим с тобой, еще 100 метров сопровождаем тебя в дорогах твоего дома. Это дает его понять о том, что он для нас самый важный, самый приятный и самый деликатесный друг и гост, который находился у нас. Ее предоставили нам комфорт и удовольствие. Именно поэтому говорит Рамбам, какой самый важный час и в исполнении заповедей Ахнаса Торхим? Вкусное мясо – это важно, вкусное пирог, конечно, важно, но самая важная вещь – это предоставить ему хорошие чувства. И это на самом деле распространяется не только на заповеди прием гостей. На другие слова Рамбам нам здесь говорит, не важно только, что мы делаем, самое главное, как мы это делаем. Мы можем давать большая цдака. Когда приходит к нам человек, который нуждается в цдаке, или он просит цдаке для синагога, или просит цдаке для другого благотворительного учреждения, или для личной нужды, нуждающейся людей. Иногда человек думает, я давал большая сумма денег. Все, это уже свое дело. Говорите ему, Рамбам, это недостаточно. Иногда может быть человек, который давал небольшая сумма денег. Он не позволяет, он не может позволить себе давать большая сумма. Но зато он дал этих денег с красивый вид лицо. Человек, который принимал у него эти деньги, почувствовал себя приятно и хорошо. Он не почувствовал себя, как нуждающаяся, которая просила деньги. Наоборот, он почувствовал, что для человека, который давал цдаке, это заслуга, что он может участвовать в этой цдаке, в этом проекте. Говорит Рамбам, так надо поступать. Сопровождать, давать человеку хорошие чувства. Самое главное, как мы это делаем. И поэтому, друзья, самые важные вещи в исполнении этой любимой заповеди приема гостей, это надо знать, это любимая заповедь для нас, для всех. Но мы должны знать этот элемент. После всего, что мы старались и принимали человек дома очень хорошо, красиво и вкусно, нам надо делать еще один шаг. Сопровождать его, сопровождать с любовью, с радостью, и предоставить ему самые-самые приятные чувства. Спасибо.